Даже жаркие споры о том, нужна ли ребенку пустышка, вряд ли склонят родителей к отказу, если малыш уже находится на искусственном вскармливании, не выпускает изо рта пальчик или своим беспричинным криком, заставил съехать в другой дом не одну пару ваших соседей. Однако этой группе родителей стоит помнить. В большинстве случаев, для чего мамы предлагают соску, для того, чтобы как-то отвлечь малыша успокоить, заняться своими делами. Это, на самом деле, недостаточно объективная причина. Можно и с малышом на руках сделать какие-то дела, а может, какие-то дела стоит и отложить ради малыша, потому что первые дни, недели, месяцы очень важны для него. Входит в его первые ожидания, то, что мама будет рядом. Если занять ребенка все же не представляется возможным, прикладывание груди не сложилось, пора озадачиться, какая пустышка точно не навредит вашему крохе. Ребенок не откажется от соски, если она выбрана в соответствии с возрастом. Об этом можно прочитать на этикетке товара. Все пустышки по возрастной принадлежности могут делиться на три категории. До трех месяцев, от трех до шести и с шести до восемнадцати. Впрочем, педиатры утверждают, что уже после полугода сосательный рефлекс начнет заметно угасать. Но пока этого не случилось, неопытным родителям предстоит узнать и еще кое-что. Размер бабочки у пустышки должен быть не меньше пяти сантиметров. Щиток соски только монолитным и не круглой формы. А также он должен обязательно иметь вентиляционные дырочки, чтобы щеки ребенка не прели. Соски-пустышки бывают по материалам из двух видов. Это силиконовые и латексные. Латексные соски считаются более натуральным материалом. Он плотно желтого цвета. Его предлагают деткам маловесным или деткам недоношенным, так как во рту ребенка он нагревается и напоминает ребенку грудь матери. Однако из-за того, что латексные созданы из натурального материала каучука, у особо чувствительных детей такая пустышка может вызвать аллергию. Кроме того, их приходится гораздо чаще менять, примерно раз в четыре недели. А из-за частой термообработки, пагубного воздействия солнечных лучей, такая чаще меняет форму и трескается. Силиконовые соски – это синтетический материал, это прозрачный материал, но он более износостойкий, так скажем, легко подается обработке, мытью, он не впитывает запахи. Менять такие пустышки надо уже раз в 6-8 недель. Впрочем, когда дело доходит до зубов, стоит вспомнить о старых и добрых, и самое главное – мягких, латексных сосках. Переживаете за прикус малышей? Обычно и придется предпочесть анатомическую или ортодонтическую пустышку. Впрочем, купленная, дорогая, светящаяся в темноте, может быть категорически отвергнута малышом, а по-настоящему родной станет самая непритязательная на вид дешевая соска.